Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова я, Максим Соколов, и песни о русской печке. Сегодня я исполню для вас мою песню, песню-притчу на литургии. Она стала уже моей визитной карточкой, без нее не обходится ни одно выступление. И несмотря на то, что есть видеоролик, видеоклип такой на ютубе, очень хочется еще раз ее разместить в живом, так сказать, исполнении. Песня-притча на литургии. Случилось раз на литургии Одним великопостным днем Вбежала девушка-стихина, Растрепанная в Божий дом. И раз, толкав всю паству в храме, Не видя возмущенных лиц, Икону пресвятой слезами Омыла и упала льниц. И так, предопрозом склонившись, Она рыдает из теня. С усердием Божьей мать моливши, Кричала, ну, прости меня. Прости за жизнь мою такую, Все пораженную грехом. Ты слышишь, я начну другую, Соединившись со Христом. И плакать горько продолжая, Свою жизнь стала вспоминать. Как вдруг свечница пожелая, Давай ее из храма гнать. Ты в чем пришла, зачем кричала, Совсем нахалка без стыда. И прочь девица-то бежала, Чтоб не вернуться никогда. Прошу, бездень и поздней ночью, Свечницей перед самым сном, Явилась Божья мать воочию, И ангела с ней целый соном. И на нее, взглянувши строго, Она произнесла слова. Ту девушку четыре года Я в этот храм к себе звала, А ты ее в одно мгновение За то, что та пришла ко мне. Ты на глаз неудержимым рвением, Подняв перед людьми на смех. И я ты ныне заклинаю До окончания твоих дней. Молиться за нее, ведь знаю, Спастись непросто будет ей. Вот так мы часто с безрассудством Приносим людям боль легко, И в осуждении искусном Невидим собственных грехов. Тогда и нам, Боже, разумение, Чтоб в полной мере осознать Своё земное назначение И сил, чтоб ближних понимать. Тогда и нам, Боже, разумение, Чтоб в полной мере осознать Своё земное назначение И сил, чтоб ближних понимать.